Сейчас я буду покажет некую коллекцию видеокассет, но это не все. Кстати, да, ну, порнуху я, конечно, надо вдевать, если я там не то стану, сейчас я... Вот, первое, это 3х-та... Ну, это уже 9-шники, как сейчас это происходит. Видите, они же были такие видыки. Поехали, второй. Это здесь я не знаю что, потому что здесь не двух тумы. Не двух тумы. А можно подальше, а то всю кассету не видно целиком вообще. Вот так, да, вот так. Дух тьмы... Ну, видно, но не всю кассету видно, к сожалению. Такой фильм я не знаю, Дух тьмы. А на обратной стороне что там? Сейчас, ну, это не то, ну, это Джон Малкович. Это Джон Малкович играет. Это вот, так покажу, это Глуби Металл, это рассказ о хайр-метале или глам-метале, о том, как музыканты играли, кто что хочет и кто хотел. Ну, тут вот Элис Купер, Рози Усборн, Ки Сэра Смит. Есть несколько участников, я эти группы не знаю, ни одна, ну, типа, девчачий коллектив, которые мечтают, что у меня в кассету попадешь. Вот так, вот эта кассета, я ее сам распаковал, она ни разу не игранная, кроме меня. Она новая была, я сам ее распаковал, 20 рублей всего. Сама кассета, сама кассета, вот она видна, да? Угу. Мне кажется, на вид, что это, скорее всего, кассета раксовская, потому что у меня какие раксы есть. У меня и раксы, если печатают, ну, вот это раксы, это раксы. Она похожа, потому что раксы так делают, но только она неподписанная. Может быть, и пиратка, потому что, я не знаю, ну, качество хорошее. Так, это VHS Pro, качество 100%, это миллионер по неволе. Играет Адам Сэндлер и Война на Райдера. Адам Сэндлер и Война на Райдере. Не-не-не, я и панасоники, и соники, и всякие виды, потому что... А мы любили смотреть кино, и нам приносили родственник, ну, чур-то, студентам. А сестра моя дружила с ним. Так, и здесь я сейчас скажу, что за кино написано приключение какое-то. Преступник в ночи. Но приключение это, скорее всего, с Ван Дамом может быть. Вот. А теперь поехали дальше. Вот такая, Леон Киллер и святая святых. Здесь совпадуха, это работа на ворона, качета Рактовская. Рактовская. И вот она, ну, доставайся. Но здесь не рак, здесь в сети, потому что я знаю, что в сети я почувствую. Но это, скорее всего, у нас, а тогда пришел 90-й год, я расскажу такую маленькую историю интересную. Будет и смешная, и очень какая-то трагическая. Ну, как она? Ну, специальным этим. Была семейство, они занимались, ну, участком, картофелем. Смотри, как-то что-то там, как сказать, сожали-копали. У них было не за рота, типа, а топаяли. И получилась такая ситуация, что там хозяин, это как раз ближе к 95-м, чтобы тогда были трудности, и андосы еще как бы хорошо-то владели миром нашим, простым, и нас доедут, вот, а не мои. И он поехал копать картошку. А он ее холил, лелеял, обрабатывал, так сказать, грубо говоря, окучивал ее, сяпал, все, он все подготовил для выкопки. Но когда поехал с лопатами, туда выкапывать, сейчас это более пустое, уже выкопали за него. Поэтому это не смешно, как бы люди уже арестко подмогли. Все равно, вот те годы, и столы были накрыты, ну, знаем, и аппаратура была у нас, я не жалею. Так, сейчас я вообще пошел за коробкой теперь. Давай, сейчас буду за коробкой. Здесь, я надеюсь, понятно. Ну, вот, коробка, в общем, это не одна, у меня таких там, я не считал, сколько там. Ну, поехали к первой кассете. Я держал ее в руках. Это плейбэк, я не знаю, что это такое. Там порнуха, не порнуха, совпадуха, не совпадуха, не знаю, я врать не буду. Сказать не могу. Вот такая кассетка. Ну, такая-то полупорнография. Но если смотреть на картинки, то вот. А ниже, что там написано? Повыше, повыше. Не, не так высоко. Вот после фотографии. Вот это, да? Нет, после фотографии. Ну, я тогда не понимаю. Вот, Шеннон, во-во-во, Шеннон Уири. Все, понятно. Да, да, я понял. Все, что хотелось. Все, все, все. Так, поехали дальше. Это мы уже смотрели. Это Упырь, мой любимый. Алексей Серебряков, он же играл в «Пирамида» фильм. Хороший фильм. Это мы все знаем, кто у нас. Том Круз. Незаполнимое задание. 95-й год. Так это, конечно, маленечко чуть-чуть. У нас раненая. Тоже я заклеил. Ну, на скотч малярный. Дырочка здесь такая нехорошая. Она отсюда будет видна. Отсюда будет видна. Вон там она, дырочка нехорошая. Да, да, да. Как того, вот так. Не знаю. Ну, вот это, кстати, твой. Да я забрал их закопить. Они у нас тогда в Симбре. Сейчас на свалке там такого нет уже, а та же. Они с них, ну, раньше делали вместе. А как они зовут там? Ну, какие-то стеночки с них клеили. То есть они же много пометитыватели отдают. Вот, это первые кассеты мы все просмотрели. Дальше поехали. Вот кодекс. Оригинал. Ну, не знаю, честно, какая-то фильм не помню. Название там не подписано. Это мне подал рот. Сейчас я просто покажу саму кассету. А нет, тут написано «Восставшие из ада» и клипы. Но «Восставшие из ада», «Восставшие из ада», там, я не понимаю в этих цифрах греческих. Написано «Палочка» и «Виктория» и сверху, и снизу. Четвертая часть. Четвертая. Ага. Ага. А, и потом «Вампиры» из Груклина. А «Шилаки», это у меня тут понятно. «Шилаки», «Кореец». Ну, это, видимо, европейка. Но здесь «Тамуджери» мультики. «Тамуджери»… Вот такая кассетка. Угу. Ну, я… Какие-то будут такие показать, раритетные. Так, когда они уже поехали в Махач, они приехали к «Риксу». Здесь вот Чек Норрисон, тоже у любимого актера. А здесь подразделение «Дельта», часть первая, и «Сквозь огонь». Это кассета-сцена, что ли? Да, это сцена. Это, да, это сцена. Ну, это мы знаем, что это. Лорд, Дракон, Джеки Чан. Угу. Вот взади, как бы, картинки. Хорошие, кстати, качества. Джеки Чан, разборка бронзи. Ну, разборка бронзи у меня была. Атака, сейчас найду, коррекция будет, я буду счастлив. Так, сейчас посмотрю, качество кассеты, что здесь было. ВХС-ка. Нет, лицензия, моно, но не знаю, что, скорее всего, если тихо. Но они тоже штамповали, так что не узнаешь. Вот. Начну вот с этой. Вот эта кассета, она открывается, как книжка. Как книжка. Вот она. В пластиковом корпусе, как Varus Video делали раньше. Ну, да. Сразу скажу, что новый распаковался. А перевод только английский. Так, а здесь что даже... А саму кассету-то не... Это, не видно упаковку. Еще раз. Сейчас, 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 сейчас все будет. Сейчас, секундочку, просто это самое. Сейчас мы... Я сейчас по кассету посмотрю. Так, кассета непонятная, какая тоже. Ну, тогда же делали же уже, и пират, и... Да все было, она же... Тогда... Так, сейчас я ее просто закрою грамотно, давайте что-то. Да, во, аллилуйя. Так, вот сама кассета. Оказывается, неспешно. Это... Реплэкэмэк Киллэрс. Я не помню, как это переводится, не помню. Это я знаю, кто актер. А еще название, раз можно показать, не видно название. Вот. Пониже. Повыше, повыше. Так, реплэйсмент, чего не успел. Киллэр, Киллэрс. Перемещающийся убийца какой-то. Да-да-да-да, сейчас скажу. Это этот, написано Миросуарин, а второй это китайский Шоу Юн Ват. Я что-то знакома на лицо, но я честно говорю, просто... Времени-то прошло много, он уже порноха начала, Минтелуицы, как обычно. Так, это планета просто, ну это про планеты рассказанная, BBC, бибистичная. Ну, я такую не буду, буду интересную показывать. Да, самое главное, начнем с этого. Без лица. Да, сейчас я тебе хочу сразу показать, кассетру, а то уже буду интересны. Да, без лица, скорее всего, рот не подписывался. Вот это, да, вот это ВХС, какая-то хипишка. Ну, это же наши, сибирский залог здесь сделал, зеленогорский. А у меня, кстати, у товарища, мы работали, он творщик, очень опытный мужик. У него куртка хипишная, ну, просто, видимо, доставал, потому что там, видимо, работал. Вот, то есть это, ни жив, ни мертв. Сивен Сигал, Моррис, Честов и Джа Ру. Сам распаковывал новое. Скорее всего, тоже варус видео. Я брал их там пачками и набрал много в свое время там. Ну, это было пару лет назад, года два назад где-то. Это она тоже как книжкой открывается или нет? Да, это книжка, книжка такая же. Вот, вот, поехали вторая. Это Джеки Чан, мистер Крутой. Летензионная даже летензия есть. Показываю заст, они просто разные, но это летензионная. Качество хорошее. Вот, сама кассета. Ну, кассета и сипишка, да. Летензионная. Они, сипишки были листензионные и были не листензионными. Все зависело от того, что штамповал, и кто штамповал. Дальше поехали. Вот. Скала, The Rocks. Шон Коннери, Николай Скевич, и Эд Харрис. Ну, тут тоже, скорее всего, сипишка будет. На листензионное все. Вот так вожу. Ну, здесь, как бы, написано гарантия цифрового качества DVD. Ну, это этот, Антонио Бондерес, Люсерью. Это баллистика. Это что-то, а вот, X против Сивер. Где название, не вижу. А вот оно. Повыше, повыше. Баллистика, X против чего? Против Сивер. Я такой фильм не видел. Это я же не хочу рассказывать. Короче, Антонио Бондерес наезжает на эту листензию, короче, как я помню, если не ошибаюсь. Я потом посмотрю, еще тоже буду пересматривать. А X это, как бы, погоняло этого Бондера, Стасилера, это она, если не ошибаюсь. Ага. Надо будет посмотреть. Ну, здесь обыкновенная Сипиха. Сибирский Спас, приключенческие боевики, Стингер. Это Стингер, это с Бодро в моем фильме, до брата, по-моему, или после уже. Это, короче, играет, сейчас скажи, кто. Помнишь, может быть, был такой фильм, назывался, я мечтал, в коллекции, попадет, Москва-Воронеж, Календо-Воронеж, он играл простого человека, простого человека, но с таким нюансом, с нюансом тем, что попал в заграничную тюрьму, а там от него решили избавиться, ну, сколько он же в свой срок отсидел, ну, на кучу подарков, всего, а он же довольный такой был там, попал за границу, там, и он удирал, то ли удирал, то ли догонял на мэрс, на запрос, что-то своем. Комедия такая была. Ну, нам надо, как бы, это самое. Я говорю, надо все смотреть, у него была у нас такая. Так, это степица здесь, импотент, а спать с чужой женой, хорошо, тоже комедия. Не вижу, так же. Жигар Ханьян, а, ну, я вот так показываю, в ролях Державин Михаил, как Шенов, Панкратов Черный, и, кстати, смотрел хорошие комедии, а он еще говорит, а я, говорит, это, что делать, ну, я, говорит, это, я же еще мужчина, говорит, а, а спать с чужой женой, хорошо, это, я сейчас скажу, Проклова, Конкин, но, просто, те годы, начало Емунского, когда уже, Мосфильм, скатился до полной задницы, но у нас, многие снимались, в таких фильмах, так вот, Кэтлин Тернер, вот, голубая китаянка, что за кино не знаю, брать не буду, я еще не помню. Ммм, я не видел такой фильм. Я тоже, я, можете видел, я просто не вспомню, я честно говорю, ну, прошло-то времени, так, повыше показать надо, не видно было, там вот только юбка видна была, все остальное. Мне вот как показать, повыше, да, вот так? Да, и пониже потом. Ну, там, конечно, обязательно пониже. И перевернуть. Обязательно, обязательно. Это не, это, это не порнуха. Ну, понятное дело. Это, классика, голливудно-эротический триллер, это эротический клирер, культуры режиссера Кена Рассела, логово-белого, а, логово-белого червя-шлюха, в главной роли, голливудская, прямо, шефт, символ Кэтрин Тернер, роман с камнем, жар телом, ну, тут я что-то, я еще не, я не знаю, хотя, откуда вы такая, я сейчас не помню, что-то. Ладно, я сейчас, подниму дальше, вот, меня тут куча, иначе мы тут все не пересмотрим. фильмы называются «Только сильнейшие» не видно, и «Волкодав». А это, плохая бумажка. Все равно не видно. Я имею в виду, в кадр не попадает, вот сейчас нормально. «Только сильнейшие» «Только сильнейшие» «Волкодав», «Боевики», «Только сильнейшие», «Там, если не ошибаюсь, играет Марк Закасков», «По-моему», «Он там устраивает», «Как его зовут-то?», «Капоэр», «Танцы», «Танцы», «Воевое искусство», «По-моему», «Врать не буду, не могу сказать». Вот, «На сайте пифа обыкновенная, вот такая». «Что здесь, честно, врать не буду?» «На кассетка». «Вот так она упакована». «Показываю». «Самсунг». «Да». «Что здесь, честно, врать не буду?» «Ну, состояние хорошее, но вот она, самсунговская, сама кассетка. Просто у меня немного счастья вот. Вот, свечи мне. «На это уже более-менее современный самсунг, потому что раньше у них логотип другой был, три звезды». «Может быть, я врать не буду, такария, но пленочка такая вроде ой, аккуратненькая, но я тут, что здесь не знаю, врать не буду. Поехали дальше». «Так». «Это полиграмовская, он у меня сейчас я... «Так, я сейчас посунду убить, полиграмовская». «Это вообще не сидит». «Ну, хотя есть и пиха, но вписано полиграм, лицензия». «Здесь, я сейчас объясню, кратко, это музыкальный концерт группы «The Shadows» от «The ZSB». «Я не знаю, кто такие, я не помню». «Полиграм, техно-видео». «Лесензионное». здесь какой-то... «Рок-н-ролл», «Рок-н-ролл», что-то не помню, надо будет включить. Вот они ребята эти. «Я даже, кстати, одного, по-моему, товарища барабанщика, по-моему. Я просто сейчас не вспомню, я бы, что сам музыкант знаю. «Ночиная страсть». «Шэнон Твист», «Джон Логлин», «Мартин Хьюитт». Похоже на эту... Как ее зовут? Похоже на эту. В маске снималась-то. А, не-не-не-не, это я понял, что-то не она. Но не она, похоже, блин, забыл, как зовут. Да она тоже в голове крутится, я понимаю, потому что у меня что-то кино, и тут все смотрю. А еще раз название показать, потому что в кадр не попадает. Вот часть видно, да? Повыше. Ночная. Страсть, ага. Просто я как бы у себя это вижу почему-то. Кэмерон Диас, вот, вспомнил. А, да-да-да-да, ну нет, это... Сейчас покажу сзади что. Угу. Тоже не видел такой фильм. Сейчас, сейчас. Так. Еще раз показать, да? Ну, можно еще раз показать. Да, пожалуйста. Я же не, не-не-то. Повыше. Ага, все. По-моему, я его смотрел, врать не буду, потому что, ну честно, прошло-то уже два года, я же... Я просто, у меня серьезно, я не смотрел, у меня не было коробки, я не парился, у меня, тем более, нафига. Я, вон, вон, кассеты штамповал, по два, по три, и чаще всего с капером. Вот. Сейчас я посмотрю вот это сначала. Это у нас Чак Норрис. Чак Норрис. Разрушитель. В кадр не попадает. Ага, вот Чак Норрис. Разрушитель. Разрушитель, разрушитель. Тоже я почему-то не знаю такого фильма. Первый раз сейчас увидел. Я скажу так. У меня есть некий такой боевик-комедия, где очень-очень молодой Джеки Чан, еще лысенький. Ему там лет, наверное, 17-20. Я серьезно говорю, у меня есть. У меня есть из Брусли, боевик, у них несколько. Вот он сзади такой. Он же здесь молодой, скорее всего. Сейчас я посмотрю. Нет, здесь написано 95-й год, а по фильму, я не знаю, надо смотреть в Википедии. Лицо не видно было его. А сейчас я покажу еще раз, сначала вот так. 95-й, ага. Да, и вот лицо его. Кстати, у меня есть то самое кино, где снимался тот самый легендарный поединок, где дрался Брусли и Чак Норрис. У меня есть это кино. Вот. Поехали, наверное, по порядку. Но это у нас, как обычно, летал рейфл, смертельное оружие, только какая часть, не знаю. Она чистая, на английском языке, так же открывается крышечка. Ну, книжка. Вот он. Тот же Дэнни Глобер, Мол Гибсон, как обычно, они влипают в эту историю, особенно влипает Мол Гибсон, потому что Дэнни Глобер примерно семенил, как напомним. Все на английском языке. 20 рублей всего дал. По-моему, она в английском, без перевода. Ну вот, смертельное оружие, это в буксе, да. Ну, сейчас я попробую показать кассету. Это, да, это у нас... Ну, скорее всего, тоже та же Сипиха. Нет, не Сипиха. Это уже Warner Brothers. Если я поближе поднесу, вот так. Сейчас я устрою его. Да, продолжительность час, 110 минут. Ну, написано мост видео, ну... То есть, как бы, 2000 минут. Ну, я понимаю, что это самое. Нет, кассета хорошего сохранения, самоспортированного, скорее всего. Врать не буду, не помню, не хочу. Дальше поехали. Потому что, если Сухаревку посмотреть, можно будет ее 5-ю годы смотреть. Чужой против Хищника. 100% качество ВСС-Про. Видно, да? Да. Вот. Сейчас покажу сзади. Вот так. Угу. Ну, это я не помню. Я, честно, врать не буду. Смотрел я что-то и смотрел. Поэтому... Так, вот, дальше показываю. Сам распаковывал. Ну, как они уже были, может, распакованы. Но состояние аккуратное. Это у нас на английском языке с русскими субтитрами такая же. Открывается книжка, все. Но в «Титаник Видео Рекорд», ну, кто писал, написано «Взора в маске». Это с этим, с Антонио Бандерасом и Энтони Хопкин. Вот. Сзади, кстати, волосатый. Не такой уж старый, это не Хопкинг. Не «Молчание ягнят», как мы помним его. У меня, кстати, была, как это где-то мы смотрели, приносили. Вот, он волосатый, такой аккуратный. Он же испанец. А он... Вот, кстати, да. Как перевести не знаю, та же книжка, все. Это «Шварценеггер». Наш «Железная армия». Пониже. Название не видно. Это «Шестой день». Да, «Шестой день». Да, 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 все правильно. Сейчас видно, да? Да. Так, а я просто камеру у меня подпомню, что игру. Вот сама кассета. Хороший фильм, мне нравится. Да, но я буду пересмотреть еще раз, я буду все пересматривать. Это мы знаем, даже можно не объяснять. «Маска». Не, ну, она как бы девидюшная, но просто в том плане, что, ну, типа, лицензия, если что, не есть. У меня просто повторяющийся кассет куча, их 2-3 штуки, где написано на фильмах «Маска», вот, написано, написано, на кассетах, ну, типа, копия, «Маска» и тупое, еще тупее, тупое, чем такое. Поэтому я, может, как-нибудь тебе подарок сделаю, мне теперь тем более куда. Мне хватает, я их еще наберу, но мне вот приятно от Киберяка. Вот такая кассетка хорошая, да? Вот она, премьер-видео фильм. Так, дальше поехали. Тут и наши. Что такое за замок Доминика? Не знаю. Ротни Ван Джон и Амина Вакер. Это, не знаю, что такое, честно, не буду врать. Я могу не смотреть еще. Не знаю, врать не буду. Тоже не видел. Я тоже, честно, врать не буду, но время это прошло. Может быть, какой-то тоже эротический триллер, ну, что-то о порнухе говорится. А я не знаю, муж мне сказал. Я говорю, я не хочу хотеть. Ну, просто, ну, навалом. Дальше поехали. Ну, это как бы такая потупитая. Ну, ничего. Это наш Распутин. Порнуха некая такая. Ну, я, по-моему, не исключу тебя порнуху. Я просто как-то раз сидел в пиво, ну, и чуть маленько даже разбудился, что я что-то мужчина. Но порнуха-то там показала. А она, какой-то, мужчина спрашивает историю, там, где историю, что-то расспрашивают у нее, вот эти. Ну, что-таки, это вроде как Италия, к моему. А кассета совершенно другая, там, подкассетник. И что-то рассказывает, и свое, как бы, по себе заражение кризису, макс, и тут, ага-а-а, и что-то, и мужчина потом, бац, и начинается история, как они там чпокаются. Вот, дальше. Ну, это мы, наверное, все знаем. Один из моих любимых фильмов. Это называется «Дрожь земли». Да, «Дрожь земли». Это первая часть, да? Обалденная. Да. Обалденная. У меня, по-моему, их копий-частник, если я не ошибаюсь. Надо только кассету показать, а то не видно картинок вообще было. Сейчас, сейчас, я сейчас сделаю. Вот сейчас видно? Да. Ну, и так ее сверху вниз. Ты говоришь еще заходить, просто, чтобы не было, да я видишь, я... На лицевую часть еще. А то просто и там, и там, и смотрю, кинозь тобой. Ага. Все это можно находить. Какие-то будут вопросики, советы. Ну, в плане, что я, хотя сам говорю, сервис, но тут, по кассетам, можно у нас набирать. Цена недорогая, если вот. Вот, кино, о котором я говорил, Кивен Сигал и Курт Рассел. Решение о ликвидации. Тоже я такого не видел, что-то. А всю кассету показать, там уж не видно верхнюю часть и нижнюю не видно. Не входит в кадр. Во, решение о ликвидации, ага. И нижнюю часть. Ага, все, ясно. То есть, это появит о том, как товарищ, вот, здесь играет это, так ее, так, 30-то сейчас скажу. А, Халибери, вот. Продолжение следует...